Я взяла с собой кувшин, и позже я расскажу вам зачем. Я держала его в руках и думала, что в Библии очень часто упоминаются кувшины, наполненные маслом. Масло — это образ Святого Духа. Через масло Бог даёт нам знать, что Он хочет нас исцелить и утешить. Я верю, и я точно знаю, что Бог сегодня хочет окропить нас Его маслом. В жизни и сердца людей, Господь, мы молим о том, чтобы Ты проник. Мы благодарим Тебя за Твое масло, за Святого Духа. Отец, спасибо Тебе, что Ты трогаешь наши сердца. Ты утешаешь и исцеляешь их. Святой Дух, как бальзам для наших ран. Мы почитаем Тебя. Мы молимся Тебе. Мы покоряемся воле Твоей. Аминь. Продолжай делать своё дело, Святой Дух, через Слово. Итак, тема сегодняшнего выпуска. Для Бога нет ничего невозможного. Неважно, откуда вы родом, куда вы идёте, знайте, что для Него нет ничего невозможного. Бог может и Бог хочет менять вашу жизнь к лучшему. У меня есть тётя, она художница. И одна из её работ — это история про Орфу и Руфь. Когда я смотрю на картину, то ясно вижу, как эти женщины прощаются друг с другом. Как они отпускают друг друга. Как они делают свой выбор. Мне всегда нравился этот момент. Я люблю эту картину. На неделе я отправила сообщение своей маме, спросила её, «Может быть, эта картина висит где-нибудь у вас?» «Нет», — ответила она, «но у меня есть кувшин, на котором она написала эту картину». Я ответила, «Хорошо». И я рассказала маме, что буду говорить о книге «Руфь» и что я думала об этой картине. И она сказала мне, «Если тебе понравится этот кувшин, то я разрешаю тебе его взять». Может быть, вам удастся немного увеличить его на экране? Посмотрите, вот эта картина. Моя мама сказала нам это сделать. По-моему, она смотрит нас тоже. Для меня это было невероятно. Моя мама помогает мне с моей проповедью. Мы были в пятницу у моей мамы, и она приготовила для меня этот кувшин. Вот поэтому для меня это действительно так. Нет ничего невозможного для Бога. Ситуация может полностью измениться. Сначала всё будет против вас, а потом всё будет наоборот за вас. И ещё придёт помощь. Это всё Бог. Сегодня я хочу взять вас с собой в особенную библейскую историю из Ветхого Завета, в книгу «Руфь». В ней всего четыре главы. А сегодня мы поговорим о первой и второй главе. Через неделю я расскажу о третьей и четвёртой главах. Речь пойдёт о семье, где разыгралась настоящая драма. Три вдовы, история любви, наимень, убитая горем. Но всё же, благодаря Богу, для которого нет ничего невозможного, у неё появляется внук, ребёнок Ваоза и Руфи. Несмотря на то, что она всё потеряла, она получила милость и была щедро вознаграждена. Бог полностью контролирует наши жизни. Просто доверьтесь Ему. Он преподаёт нам жизненные уроки. Почему Бог? И вот вся эта информация. Именно эта история о любви. Драма этой семьи упоминается на протяжении всей книги, во всех главах, полных глубокой духовной мудрости. Это вдохновение для нас сегодня. То путешествие, которое совершает Руфь, идёт параллельно её духовному росту. История с глубоким духовным смыслом. История освобождения, спасения. Как дальний кровный родственник, Ваоз освобождает Руфь. И как наш дальний кровный родственник, Христос освобождает нас. Освободил, и это так, потому что мы уже свободны. Руфь вдова, но у неё есть сила и цель. Она может влиять на людей, в ком теплится немного надежды, она наполняет их надеждой до краёв. Она даёт веру в исполнение обетований. Бог через эту библейскую книгу хочет привести нас в то место, где вы лично можете встретиться с Ним. Он — наша надежда. Он — наше спасение. Иисус — наше спасение. Как же Руфь лично встретилась с Иисусом? Мы только что пели об этом. Она доверилась Иисусу. Она вверила свою жизнь в Его руки. Это так сильно. И она выбрала служение. Давайте посмотрим на историю. Книга Руфь. Эта история случилась во время и в том же месте, что описывается и в книге судей. И в последней главе судей написано «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Другими словами, каждый делал, что ему вздумается. То было тёмное, смутное время в Израиле. Время, когда казалось, нет никакого света, одна лишь тьма. И я прочту дальше в книге Руфь. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошёл один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя этого человека Елемелех, имя жены его Неймень, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. На протяжении всей Библии видно, что библейские имена имеют важное значение. Очень часто имя связано с целью его жизни, которую для него определил Господь. Имя Елемелех в переводе с иврита означает «мой Бог, король мой». Это невероятно. Вот человек из Вифлеема Иудейского. Потому что в то время, когда они жили в Израиле, не было королей, и это записано в книге Судей. Кругом был хаос и беспорядок. Его имя Елемелех содержит в себе обетование Господа для его людей. Мой Бог, мой король. Мужчина. Семья, живущая в Вифлееме. Вифлеем – город, где по обетованию Господа родится Иисус. Вифлеем имеет особое значение, особенно в этом свете, в этой истории. И знаете, как это место называется? Дом хлеба. Вифлеем. И вот здесь живет Елемелех, Наиминь и их два сына в Вифлееме. Место обетованное, где придет Иисус. Наш живой хлеб. Они же переживают голод. И Елемелех решает переехать вместе со своей семьей из Вифлеема в Мааф. Мааф – это город на другом берегу Мертвого моря. Маавитяне были врагами иудеев, язычниками. И вот сам собой напрашивается вопрос, зачем Елемелех покинул Вифлеем? Он сделал это, потому что ему велел Бог? Или же он покинул город, потому что в стране был голод? И ему было страшно, что в эти голодные времена Бог не поможет ему выжить? Зачем он покинул страну обетованную? Чтобы отправиться в страну язычников? Ответ не лежит на поверхности. Но в Библии сказано, что он был чужаком, и все же он остался в Мааве. Мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что об этом ничего не сказано. Что сподвигло Елемелеха уехать? Но вот этот кусочек очень важен для нас, чтобы разобраться. Когда мы опускаемся до нашего человеческого понимания, то мы лишь запутываемся и затрудняем понимание, и оказываемся в худшей ситуации, чем были до этого. Когда голод и засуха в земле обетованные, и вы не видите выхода, вы на время теряете ощущение присутствия Бога в вашей жизни, вы не возвращаетесь обратно. Знаете, что произойдет, если вы обернетесь назад? То у вас внутри что-то оборвется, вы отступите. Когда мы действуем по своему усмотрению, то у нас нет будущего, нет жизни. Бог работает в нас через наши отношения с другими. И если Бог поместил вас в дом, где присутствует благословение, и ваша жизнь обновляется, меняется, где вы растете в браке, где вы исцеляетесь, где ваши дети обрели Бога, где они растут в благополучии, тогда вы разрываете отношения, данные вам Богом, и тогда вы похожи на срезанный и поставленный в вазу цветок. Найминь выживала с того момента, как она вернулась назад. И вот тогда начался процесс восстановления. Процесс, в котором Бог работал через отношения. Многие склоняются к тому, чтобы уйти, когда наступают трудности. Это касается церкви, отношений, работодателей. И даже во многих браках сейчас происходит, к сожалению, то же самое. Аргумент, который часто приводят люди, так сказал Бог. Если же Бог говорит с людьми, то это акт веры. Знайте, куда бы вы ни шли, и что бы вы ни делали, Бог так сказал. Вопрос, подтверждение, и снова вопрос, подтверждение. И еще одно подтверждение. В Библии есть одна история, в которой Бог говорит семье Иосифа пойти в Египет во время голода. Но не пойти из-за голода, а от себя, исходя из наших обстоятельств. Потому что Бог нас призывает к этому. Но если мы пойдем от страха, от неверия, что Бог не даст нам все необходимое в трудных обстоятельствах, тогда у нас будут трудности. Елемелех приводит свою семью на землю язычников. Они поселяются там. Его сыновья берут в жены моавитянок. Елемелех умирает, и его сыновья тоже. А наимень остается одна и две ее снохи. Мы не знаем, почему Елемелех пошел в Моав. Если это решение было принято от страха, то оно не было правильным. И от этого пострадала вся его семья. Они не процветали в то время. Но если это решение было принято из страха, эта история учит нас тому, что даже если мы делаем неверный выбор, Бог не меняет свои планы улучшить нашу жизнь. У Бога есть план для семьи Елемелеха. Наимени и Руфи. И этот план все еще был в действии. Это большая милость нашего Бога. Бога, которому мы служим. Его обетование, да и аминь. Но тот выбор, который мы делаем в жизни, он важен. В 39-м псалме очень выразительно сказано, что Господь поддерживает праведных. А мы с вами праведные. Там сказано, в тяжелые времена Он не оставит нас, и в одни голода будут сыты. Бог заботится о нас. Не идите своей дорогой, но будьте там, куда привел вас Господь. То же самое и при выборе мужа или жены. Та ли это женщина, или тот ли это мужчина, которую или которого Бог послал мне. И вот Наимень, она в Моаве, без мужа и сыновей. Только лишь две ее снохи, Орфа и Руфь, вместе с ней. Ее имя такое красивое, севрита, ее имя переводится как привлекательно, мило, приятно. Орфа означает та, что в стороне. Вот посмотрите, вы видите репродукцию на кувшине. Тут изображены две женщины, и Орфа изображена в стороне. В конце концов, она уйдет. Значение имени Руфь – подруга, дружба. Руфь была Моаветянкой, потомком Лота. Моаветяне были известны тем, что они поклонялись ложным богам. Она 10 лет была замужем за Махлоном, до самой его смерти, и у них не было детей. У Руфи не было никакой надежды, никакого будущего. Где вы сейчас? Какой выбор вы делаете? Найминь и Руфь сделали правильный выбор. Давайте почитаем вместе. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба. Так красиво сказано, она услышала. Она услышала в Моаве, в городе язычников, что Бог делает для своих людей. И она решается возвратиться обратно. Обратно в страну обетованную. Обратно туда, откуда пришла. Обратно туда, где было благословение. Обратно туда, где ей следует быть. И она убеждает своих снох остаться в полях Моавицких. Идите обратно в свои семьи. Идите обратно к своим богам. Вы так быстрее найдете новых мужей. Я больше не могу вам помочь. И те аргументы, которые Найминь приводит, они довольно весомы. Там нет будущего для ее снох. Но она говорит им еще одну вещь. Ибо рука Господа постигла меня. Бог против меня. Она так думает и с этим живет. В каких бы обстоятельствах мы с вами не находились, что бы ни встречали мы на своем пути, Бог милостив и остается милостивым для нас. Мы же знаем, что даже если ничего не будет в мире, мы будем счастливы одним присутствием Божьим. И в этом наша сила. Поэтому меня очень задевают эти мысли наимене. А наши мысли это движущая сила. Наши мысли влияют на все. Если мы сможем привести свои мысли в согласие со Словом Божьим, то мы будем иметь неограниченную силу. Вы только подумайте о том, что Бог думает о вас. «Я берегу мысли о вас». Это его слова. Добрые слова. О вас. Он говорит, что хочет дать нам будущее, новую надежду. Для наименения это были не только ее мысли, но и ее слова. Она произнесла, «Рука Господа постигла меня». И когда я думаю о руках Господа, то представляю себе сильную руку. Руку, которая поддерживает нас в трудную минуту. Его руки ведут нас через трудности. В Библии мы во всех главах видим это. Правая рука Господа, твоя правая рука, Господь, обладала огромной властью. Сильная рука Бога. И она простерта к вам и ко мне. Прочитаем в книге пророка Исаии еще одну вещь. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Я говорю тебе, не бойся. Я помогаю тебе». Это говорит Господь. Он держит наши руки в своих руках. Руки Господа, заботливые руки, полные любви. Руки Господа это знак милости. Его руки, распростертые на кресте, принесли нам новую жизнь. Мы получили жизнь из Его рук. Наши имена выгравированы на Его ладонях. Исаия пишет, «Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Посмотри, разве ты не видишь, говорит Он, твое имя на моих ладонях. Он никогда нас не покинет, Он никогда нас не забудет. Как же я могу забыть вас? Каждый раз, когда я смотрю на мои ладони, я вижу вас. Ваши имена записаны на моих ладонях. Я вижу вас всегда, не сомневайтесь в этом. Иногда жизнь приносит нам боль, но Бог протягивает нам свою заботливую и полную любви руку. Вы думаете, что Бог против вас, но Он всегда за вас, а не против. Бог возвращает благодать в вашу жизнь. Для Бога нет ничего невозможного. когда я готовилась к этому выпуску, Святой Дух был у меня в сердце. Я верю, что Дух Святой был там. Я верю, что это пророческое. И еще раз, пророк Исаия пишет, вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Знаете, что рука Господа не коротка, она протянута к вам, рука Господня за вас. Рука Господа гладит вас. Рука Господа на вас. Примечательное в поведении Наимине и Руфи между ними есть большое различие. Наиминь чувствует, что Бог наказал ее. В ее сердце поселилось недоверие и обида на Бога, но в действительности Господь никогда не покидал ее. И он благословлял ее через ее сноху. Но она снова говорит Руфи, иди обратно к своей семье, к своим богам, зная, что там другая культура и ложные боги. Но то, как вела себя и как реагировала Руфи, это настоящий акт веры. если мы дальше почитаем эту историю, то увидим послушание Руфи Богу. Руф делает сильный выбор. Я не пойду обратно в поля Моавицкие. Я не вернусь к своим богам. Я пойду с тобой. Давайте прочтем вместе. Итак, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь? Туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Руфь выбирает Наиминь, но не только Наиминь, она клянется верности Богу Израиля. Бог же в состоянии дать нам выход из той ситуации, из которой, как мы думаем, никакого выхода нет. Нет ничего невозможного для Бога. Бог даст нам все необходимое. По-другому не может быть. Руфь жила в этой семье целых 10 лет, и она узнала о Боге Израиля. Ее вера и доверие, акт веры, когда она оставила поля Моавицкие и свою родительскую семью, она знала, что делает, что вступает в неизвестность. Орфа ушла, отпустила Наиминь. Руфь же, наоборот, крепко связала свою жизнь с ней. Так же, как наши дети обнимают нас, цепляются за нас. И это же слово «связывать» используется в Библии, когда Бог говорит нам о браке. Наеврите звучит так красиво, слова передают глубокий смысл «связать себя так, как сделала это Наиминь». Бог использует то же слово и для союза мужа и жены. Это слово говорит он мужу, покидающему родительский дом и связывающему свою жизнь со своей женой. И они навсегда станут одной плотью. Они навсегда оставляют свою прежнюю жизнь отца и мать и связывают себя с женой или с мужем. Это обязательство. Не только то обязательство, что дает Руф Наиминь, но и Богу Израиля. Почему она верила себя и пошла за Наиминью? Она видела перед собой что-то очень большое, что-то было в том Боге, которому молилась Наиминь, и это увлекло Руф. Мы верующие люди, мы живем верой, с тем, что невозможно увидеть. И Руф тоже пошла за этим в землю обетованную. Кто бы вы ни были по национальности, откуда бы вы ни происходили, Бог сострадает каждому. Необыкновенный акт милосердия, Руф Моавитянка, Наимин Еврейка, обе овдовели. Бог же для каждой приготовил свой план. Наиминь и Руф идут в Вифлеем. Спустя 10 лет они снова в Вифлееме. В Библии буквально написано, что никто не узнавал Наимин в Вифлееме. Она пережила ужасную потерю. И шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли от них и говорили «Это Наиминь», жизнь взяла свое, и это было видно по ней. И дальше мы читаем. Она сказала им «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Наше счастье в Боге, а не в людях. Люди могут нас подвести. Наше счастье не в обладании вещами. Их вы можете потерять. Бог же работает в наших жизнях. Ожесточение меняет нас. С ожесточением мы теряем из виду Бога, и тогда начинаем верить лжи. В римлянах сказано, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А это значит, что Бог на вашей стороне, а не наоборот. И вся борьба в жизни не наша, а Его. Не позволяйте ожесточению укорениться в вас. Знаете, у нас на заднем дворе живет белка. Она очень быстро бегает по двору и прячет нам грецкие орехи. И спустя какое-то время грецкий орех раскрывается и прорастает. И если я не успеваю его найти и убрать, то вырастает дерево. И точно так же ожесточение пускает корни. Когда мы на что-то не обращаем внимания, вытащите его из себя как сорняк из огорода вместе с корнем. Белка забывает, где спрятала орех, и она зарывает его в землю. Мы в наших сердцах тоже можем многое прятать так, что мы больше не вспомним, что же мы там спрятали. Выпалывайте все сорняки. Избавьтесь от ожесточения и злобы. Уберите то, чего не должно быть в вашем сердце. Княге Руф сказано, «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Невероятно. Вот же она, Руф, она стоит рядом. Руф, совершившая акт веры, ее верная сноха. Руф, оставившая все, что у нее было, чтобы пойти за ней в страну, где она никогда не была. И вот она в городе, Моавитянка, все о ней говорят. А Наиминь отвечает, «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». А Руф же стоит рядом с ней. Вернулась с пустыми руками. С двумя нуждами. Во-первых, семья, это очень важно в Израиле, а во-вторых, пища, кто поможет ей. В конце первой главы Наиминь убита горем, у нее нет надежды, она ожесточена, а она себе даже не представляет, что Бог сделает. Последний стих первой главы дает нам немного надежды. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Для Бога всегда самое подходящее время. Последние десять лет были неурожайными в полях Моавитских. И вот здесь они в начале жатвы ячменя. Руф рискнула, но она полностью доверяла Богу. Бог же меняет все. В стране обетованной оказалась Руф во время сбора урожая. Это удивительно. Я перехожу ко второй главе. Вы готовы? Еще небольшой кусочек. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. Ваос не был просто кем-то. Его имя означает «очень состоятельный». Но то слово, которое здесь используется на иврите, имеет гораздо более глубокое значение. Это был знатный, уважаемый в городе набожный мужчина. Он остался в Вифлееме, несмотря на голод. Он выжил, и Бог щедро вознаградил его. И сказала Руф Мавитянка Наимине, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Подбирать колосья было занятием для бедняков, которое отвел им Господь, потому что после того, как сборщики урожая закончили свою работу, оставить немного для бедных, чтобы они смогли что-нибудь подобрать. И вот здесь мы видим позицию Руфи. Руф не ждет, она выбрала служить Наимине, и она стала кормилицей семьи. Наиминь ее ответила, «Иди, дочь моя, я вижу Святого Духа». Руф говорит, «Я пойду туда, куда ты поведешь меня». И далее мы читаем, она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами». Они сказали Ему, «Да благословит тебя Господь». Но ничего не происходит случайно. Ничего. Это же от Бога. Это благодаря Богу Руф пришла на поля Ваоза. Он ведет нас в нужное место всегда. Его глаза смотрят на нас. И вот видите, Ваоз тоже пришел в тот же Ваоз благословляет своих жнецов. Он уважает своих работников. Вы видите, что это верующий в Бога человек. Наши родные, наши родственники могут благословлять нас. Каждый день снова и снова. И когда он увидел Руф, он спросил, кто эта молодая женщина? Было в Руфе что-то, что она излучала. Если мы делаем радикальный выбор во имя Бога, то мы все это излучаем. Моисей пришел к нам в присутствии Бога, он светился. Моовитянка Руф, трудолюбивая женщина, она постоянно работала, мало дыхала, она была верна своей свекрови. Что думают о нас люди, когда они видят нас? И сказал Ваоз Руфе, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Может быть у вас проблемы в браке, на работе, и вы смотрите на другое поле, и трава на соседнем участке кажется вам зеленее. Ваше поле это шанс дать понять другим, кто такой Иисус, дать другим увидеть его милость, его доброту. пусть пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Ваши глаза видят обстоятельства, или же ваши глаза видят Бога, и то, что Он хочет вам дать. Смотрите на Бога и на ваше поле, будьте довольны и молитесь Ему, и благодарите его. Что делает Ваос? Он защищает Руфь. Я приказал слугам моим не трогать тебя. Это же чистая забота. Так же, как Ваос, мужчины призваны обеспечивать и защищать женщин, своих жен, свою семью. А женщина создает пространство, чтобы ее муж мог о ней заботиться. Только когда вы освобождаете место, место Богу, есть что добавить. Если вы все можете сами, то Богу нечем помочь, и вашему мужу тоже. Обеспечение и защита то, что дает Ваос Руфи. Что же делает Руфь? Она пала на лицо свое и поклонилась до земли. И сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? получение милости это всегда вызывает изумление. Ее происхождение, наше происхождение, откуда бы мы ни были, что бы мы ни делали, Бог на это даже не смотрит. Он обнимает нас и защищает. Какая благодать, милосердие к вашему прошлому и к будущему. Мы любим его потому, что он сперва возлюбил нас. Бог дает ей изобилие и процветание. Она получает все от Ваоза. Она была бы рада и крохом, но Бог дал ей более чем достаточно. Бог посылает и нам более всего, что мы могли бы себе пожелать, понять или подумать. В первой главе Наиминь была ожесточена и винила Бога. Во второй главе она вспомнила о руке Господа. она сказала, что Бог их не забыл. От ожесточения к милости. Почему? Вооз говорит, все, что она сделала для Наиминьи, служение ближнему, это урок милости. Мы любим людей, мы хотим служить им. Тогда и благодать Господа всегда рядом с нами. И только Бог сможет вернуть то, что потеряла Руфь. Вооз оберегал Руфь, укрывал ее крыльями Господними. Он молится о ее защите. Вооз как освободитель, а Бог как наш спаситель. Иисус был нашим освободителем. Характер Вооза заставляет нас задуматься о характере Бога. Он ищет чужеземцев, он ищет отверженных и обеспечивает их как родную семью, а мы часть его семьи. И он посылает благодать нуждающимся. Руфь была одарена благодатью, и Бог хочет одарить нас своей милостью. Амин.